Контроль над выполнением поручения исполняющего обязанности президента возложен на Генеральную прокуратуру Абхазии. Потому именно под руководством этого ведомства прошло расширенное собрание ответственных за недопущение распространения вируса в Абхазию. Наша задача организовать плотное взаимодействие. Очаг инфекции в Абхазии еще нет, об этом скажут специалисты. Но наша задача сегодня профилактика. То есть принять превентивные меры для того, чтобы не допустить проникновения вируса в Абхазию. На сегодняшний день вы видите, как быстро распространяется этот вирус. Уже примерно в 50 странах. Это и такие благополучные страны Европы, и страны с сильной, мощной экономикой. Поэтому мы должны все сделать, то есть поставить барьер на границе, чтобы этот вирус не проник. Ежегодно в рамках профилактики сезонных вирусных инфекций, в том числе гриппа, издается приказ Минздрава о методах защиты в случае острых респираторных вирусных заболеваний. Все эти инфекции оживают обычно к концу осени, говорит министр здравоохранения и соцобеспечения Томас Цахнаги. В рамках данного приказа осуществляется вакцинация против гриппа. Мы это провели и в конце 2019 года вполне успешно. Прежде всего, декретированную категорию населения привили, в том числе детское население, поливалентной, трехкомпонентной, четырехвалентной, кстати, вакциной от гриппа, в том числе от свиного, птичьего, гриппа А и Б, известно. Поэтому у нас, учитывая особенности нашего региона, вспышки от острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа, ожидаются, как правило, конец января, февраль месяца. Вспышка сезонной заболеваемости в этом году пришлась традиционно на середину зимы. Тогда в мире уже были установлены первые случаи коронавирусной инфекции. Минздравом в конце января был установлен медико-санитарный пункт по реке Ингур. Медучреждения Абхазии обеспечены экспресс-тестами для диагностики гриппа А и Б. Это, собственно говоря, те профилактические мероприятия, которые направлены на предупреждение распространения вирусных инфекций, в том числе и коронавируса. Поскольку пути распространения данной инфекции, они практически идентичны с гриппом, и в том числе его клиническая симптоматика мало отличается от гриппа. Поэтому ряд мероприятий, они вполне эффективны также для профилактики коронавирусной инфекции. Очень важно в этой ситуации, учитывая тот факт, что коронавирусная инфекция, она не имеет специфического лечения на сегодняшний день. Только силами Минздрава решить все вопросы, связанные с профилактикой и недопущением распространения вируса, не выйдет, говорит министр. Это вопрос взаимодействия всех структур, в том числе силового блока, для того, чтобы максимально эффективно осуществлять контроль на обеих государственных границах, не только на ЭНГО. И мы готовы, в соответствии уже с новым приказом, который буквально завтра выйдет у нас по Министерству здравоохранения, объявить карантин в лечебно-профилактических учреждениях нашей республики, для того, чтобы запретить доступ посторонних лиц в эти учреждения, за исключением пациентов, которые, естественно, там проходят лечение, или тех лиц, которые осуществляют уход за ними, ну, соответствующим режимом работы медицинского персонала. Это, еще раз повторяю, делается для того, чтобы обеспечить, прежде всего, профилактику гриппа А и Б, которые, кстати говоря, очень тяжело протекают, вот так называемый свиной грипп, птичий грипп. Нельзя не учитывать также и активное выявление и распространение коронавируса в соседней Грузии. Это стало поводом для исчерпывающих мер. Обратились в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Вот я общался с руководством Минздрава России и с Роспотребнадзором, с руководством Роспотребнадзора, которые в ближайшее время нам окажут всю необходимую помощь. А в случае, если ситуация будет ухудшаться, то, конечно, будут приниматься дополнительные меры. Это уже в процессе будет видно. Но максимально профилактические мероприятия должны включать в себя это безопасность индивидуальная, то есть индивидуальные средства защиты. Это наличие всех необходимых медикаментов, ну, прежде всего, противовирусных препаратов в достаточном количестве и при развитии тех или иных осложнений. О ситуации на границе рассказал заместитель начальника миграционной службы Вячеслав Ганба. 7 февраля по 1 марта на территорию Абхазии не впустили 130 иностранных граждан, подпадающих под карантин. С 1 марта вступило в силу новое распоряжение. И вот буквально за сутки уже запретили вест 80 иностранным гражданам. Это всего лишь за сутки. Совместно с пограничным отрядом, с пограничной службой, прошу прощения, то есть наши сотрудники стоят на границе и, в принципе, не пропускают никого. По новому распоряжению. На КППСО, да? Так точно, на КППСО. Ваши там круглосуточно? Наши круглосуточно, у нас смена состоит из 4-х человек, то есть круглосуточно они стоят на границе. То есть, минуя вас, прохождение невозможно? Ну, даже теоретически, если они пройдут нас, то пограничные контрольные, пограничную службу они вряд ли пройдут. Встреча представителей ответственных органов продолжилась без участия журналистов. Элеонора Гилаян, Эдуард Ракелян, Абазатовая. Эдуард Ракелян, Эдуард Ракелян, Абазатовая.